МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья, здравствуйте. Сразу приступим к нашей интересной теме. Это туризм. Расскажите, пожалуйста, какие направления сегодня открыты для россиян и куда все-таки лучше ехать в конце сентября, в начале октября? В первую очередь нужно опираться на то, куда хочет сам турист. Что он больше любит, что он выбирает. Если он любит более пляжный отдых, теплое море, то нужно тогда смотреть те страны, где сейчас сезон. Если турист любит более экскурсионные туры, море не столь важно ему, тогда можно рассмотреть любые направления, которые есть из того города, из которого он хотел бы вылететь. Но наши туристы все-таки больше выбирают пляжный отдых, поэтому популярны такие направления, как Турция, Египет, Арабские Эмираты, Шри-Ланка. Ну, вот такие направления. Какие есть направления, которые только начинают набирать обороты? Венесуэла, Шри-Ланка. Может быть, есть еще какие-то экзотические страны, которые ранее не бронировались туристами, а сейчас, насколько нам известно, туристы летают и в Венесуэлу, и в Латинскую Америку. То есть по 14 часов перелеты преодолевают. Как вы их настраиваете на эти поездки? Ведь не каждый сможет выдержать такое долгое воздушное пространство. Туристы же разные. Есть такие, которые побывали много где, и их не пугает такой долгий перелет. Сейчас набирают популярность туры Венесуэлу, остров Маргарита. В этом году у нас открылись, наконец-то, прямые вылеты в Китай на остров Хайнань. Туристы у нас летали в полном восторге. Поэтому мы, конечно, рекомендуем. Сейчас как раз начинается там сезон. В принципе, остров круглогодичный там сезон, но сейчас самая благоприятная погода, когда можно туда полететь. Расширили у нас полетную программу на Шри-Ланку. Также открылась, наконец-то, Индия с прямыми перелетами на Гуа. Индонезия, остров Бали. Отличная альтернатива Арабским Эмиратам появилась. Это государство Катар. Вроде бы о всех новинках рассказала. Это и есть новинки, да, получается? Прямые перелеты без пересадки в других государствах, как это было буквально год назад. Да, прямые перелеты. То есть людям приходилось много часов тратить на путешествия. Из какого города нужно отправляться в путешествие, чтобы как раз-таки был тот самый прямой перелет? Например, в ту же Венесуэлу или Шри-Ланку или еще, может быть, куда подальше? Ну, если мы рассматриваем Венесуэлу, то это только Москва, прямые перелеты оттуда. Если мы рассматриваем Шри-Ланку, то тут можно не только с Москвы полететь. Есть и с Екатеринбурга у нас прямые перелеты. С Новосибирска можно посмотреть варианты. И все зависит от того, какой месяц вылета вы выбираете. Наталья, скажите, пожалуйста, ранее действующие коронавирусные ограничения, они сейчас уже получаются приостановлены. То есть люди могут спокойно перемещаться без... То есть не требуются ни справки какие, ничего? Ничего сейчас не требуется. Единственное, в некоторых странах нужно будет заполнить некую анкету. Ну, там, такие вопросы. Посещали вы какие-то страны, болели, не болели, ну, что-то вот такое вот. Но никаких тестов, никаких справок, заранее ничего брать не нужно. Если брать направление по, ну, внутренний туризм внутри страны, то есть есть ли поклонники внутреннего туризма, люди, которые неизменны в своих предпочтениях, то есть куда едут, если едут, куда побаиваются ехать, и тоже, что сейчас в топе, что сейчас модно, востребовано, популярно, обкатывается, так скажем. Внутренний туризм популярный сейчас у нас, да и вообще он всегда был популярный. Многие организации компенсируют своим сотрудникам отдых по России, не только отдых, но еще и лечение. Поэтому, конечно, к нам туристы очень часто обращаются именно с какими-то, ну, вариантами по России. Ну, популярные курорты, это прежде всего курорты Краснодарского края, конечно, город Сочи. Туда у нас сейчас только есть прямые вылеты, и в том числе и из Сургута есть тоже прямые вылеты. Там очень большая отельная база, очень много санаторий, каких-то домов отдыха, поэтому Сочи это отдых, выбрать можно на любой кошелек для любых туристов. В этом году очень популярно стало направление, это Дагестан. Причем неспроста, действительно, Дагестан заслуживает внимания, потому что это разный отдых. Это и отдых на море, отдых в горах, и гастрономический тур. У них очень большая экскурсионная программа, богатая. Поэтому наши туристы летали, им очень понравилось. Мы бы рекомендовали. Причем очень привлекательные цены. Да, поэтому вот. Ну и без внимания, конечно, не остался Алтайский край, Тюменская область. Популярность набирают именно по России. Это какие-то комбинированные туры. То есть, допустим, в рамках одной поездки вы посещаете несколько городов. Вот что-то вот такое, ближайших, например, городов. Байкал тоже популярный, популярен стал. Очень много тоже экскурсионных программ. Есть туристы, которые просто берут какое-то проживание и сами посещают места. То есть тоже популярностью пользуются. Хорошо, но всем известно, что все-таки упирается в финансы, в деньги. И здесь как раз-таки первым делом приходит мысль о раннем бронировании, которую вы советуете тоже людям, потому что это выгодно как по цене, так и по наличию мест в отелях. И отельеры предлагают интересные, привлекательные какие-то акции, бонусы для людей. То есть это и какие-то повышенные категории номера. И расскажите, что еще можно выиграть за счет того, что ты воспользовался ранним бронированием. Ну сейчас, да, ни для кого не секрет, что если ты хочешь выгодно приобрести тур, бронируй его заранее. Первая волна бронирования обычно стартует с конца декабря, с началом января. Но в этом году некоторые туроператоры уже запустили раннее бронирование на лето 2025 года по очень выгодным условиям. Поэтому туристы уже могут к нам обращаться, мы подберем им туры, подберем классные отели. Преимуществ у раннего бронирования очень много. В первую очередь это, ну, конечно же, цена. Плюс еще в том, что разнообразие отелей. Турист может выбрать именно тот отель, который он хочет, на более выгодных условиях. А не выбирать то, что осталось перед самым вылетом. По остаточному принципу, да? Вот. И, конечно же, это оплата тура. Не обязательно оплачивать всю стоимость. Можно оплатить какой-то минимальный платеж при бронировании, а остаток внести уже за 2-3 недели до начала тура. Вот. Ну и мы уже не один год сравниваем цены, мониторим. И с уверенностью можем сказать, что раннее бронирование – это самое выгодное. Давайте обозначим немножко, чтобы было более понятно, так скажем, телезрителям. Раннее бронирование, оно обуславливается в каких сроках? То есть это от скольки до скольки месяцев? Что считается ранним бронированием? Я бы сказала за 6 месяцев до вашего вылета. Вот так. И примерно до временной рамки. Ну вот, если мы берем конкретно Турцию, буду все-таки говорить больше про нее, потому что сейчас как раз, ну, старт именно туда продаж, то до апреля, получается, до апреля, до середины мая, вот акция раннего бронирования, она идет. Но хотела бы предупредить туристов о том, что с каждым месяцем туры все дороже, 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 ближе к дате, они все выше, выше, выше. То есть чем раньше, тем дешевле. Вот так. Понятно, интересно. Ну а как же те люди, те туристы, которые рискованные, хотят все и сразу, здесь и сейчас? То есть проснулся, я хочу поехать в, не знаю, в Таиланд завтра. То есть это уже считается горящим туром. Как его словить, этот горящий тур? Что они себя представляют, и их преимущества тоже, и минусы вот этих горящих туров? Есть ли сейчас такое понятие? Осталось ли оно вообще, горящий тур? Понятие горящие туры осталось. Словить такие туры можно. В этом году у нас получилось, и не с одними туристами. Но тут нужно понимать, что горящие туры не всегда бывают. Обычно они появляются за 5-7 дней до вылета. Мы обычно эти туры размещаем в наших чатах, в социальных сетях. Вы там их можете найти. Но что бы хотела отметить? Такие туры больше подходят туристам, у которых отпуск не ограниченный. То есть они могут в любой момент сели и поехали. Если же у вас отпуск ограничен, то мы бы не рекомендовали рассчитывать на горящие туры, потому что вы можете просто-напросто не словить их. И столкнуться с такой ситуацией, что ваш отпуск сорвется, из-за отсутствия места на самолете, в отеле или по высокой цене будет уже тур. Поэтому вот... Все-таки следует подумать, прежде чем... Да. То есть если у вас отпуск не ограничен, то, конечно, вы увидели горящий тур, написали быстренько и полетели на отпуск. А если у вас определенные даты, то тут надеяться на него не стоит, потому что... А вдруг нет? И что делать тогда? Отпуск сорвется, будет очень жалко. Тоже верно. Осенние каникулы не за горами, то есть не поздно ли сейчас выбрать направление желаемое и выгодно отдохнуть? Или все-таки цена уже будет кусаться и, к сожалению, уже поздновато думать о раннем бронировании? Сейчас еще дети на школьных каникулах тоже соберутся наверняка куда-то ехать. Какое направление выбрать лучше для детского отдыха? Для детского отдыха есть у нас программы школьные, программы экскурсионные. Мы уже не одну группу туристов-школьников отправили. Это может быть и что-то близкое, то есть это Тобольск или, например, Тюмень. Можно эти города скомбинировать. Можно взять тур по Тюменской области. Их там тоже несколько разных, на разные возраста. То есть тоже интересные есть варианты. Если школьники хотят куда-то подальше, то можно Санкт-Петербург рассмотреть или Москву, например, Екатеринбург, Казань. Нам есть что предложить. Но тут я хотела бы тоже отметить, что об этом нужно позаботиться заранее, потому что такие туры тоже быстро разлетаются. И школьники это не один-два человека, это большие группы. Нужно, чтобы размещение было, были места, поэтому об этом нужно подумать заранее. Опасность детей, да? Сопровождение их. Конечно, да. Сопровождение это все входит в этот тур комплекс. Понятно. Хорошо, что касается Нового года, новогодних каникул, январских праздников, то есть все-таки не за горами, то сейчас уже это раннее бронирование, оно начинается, да, на новогодней, потому что там как раз-таки запросы, наверное, у людей тоже, то есть спрос высок. Да, высок. То есть сейчас уже можно как-то заботиться и о новогодних каникулах. Да, тоже хотела бы отметить, что об этом нужно позаботиться заранее, потому что спрос очень большой. Новогодние туры есть, их в принципе много, тоже на любой вкус. Открылись. Да, зимой, вот что у нас актуально в январе, где сезон, в каких странах, куда лучше все-таки лететь, с чего стоит предостерегаться в определенных странах, может быть где-то есть сезоны дождей, еще чего-то, каких-то ураганов. Давайте расскажем. Ну, какие бы страны мы порекомендовали именно на Новый год, но если говорим о хорошей погоде, то это могут быть и Мальдивы. Сейчас как раз у нас под новогодние туры организовали полные турпакеты с прямым перелетом из Москвы, именно под новогодние даты. Это может быть и Египет, это может быть и Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам, в принципе, много вариантов. Вообще на Новый год можно выбрать любое направление, какое нравится, потому что именно в новогодние дни отели украшают очень красиво все вокруг, и не только отели, вообще и на улицах тоже создается атмосфера праздника, какие-то устраиваются гала-ужины, какие-то концерты, поэтому интересно будет в любой точке мира. Наталья, скажите, вот давайте такое напутствие какое-то дадим туристам, которые собираются, может быть тем, кто еще никогда вообще не был за пределами, может быть, страны, что бы вы посоветовали людям, которые собираются путешествовать? Я бы хотела обратить внимание на то, что нужно проверить срок окончания загранпаспорта, потому что в некоторых странах действуют такие правила, что ваш загранпаспорт должен действовать еще 4 месяца с начала тура, где-то полгода, то есть на это нужно обязательно обращать внимание. Еще я бы хотела обратить внимание на то, что нужно проверять на наличие ошибок-опечаток. В этом году у нас было очень много паспортов с ошибками. Именно нижняя строчка загранпаспорта в двух цифрах. Единица должна быть без нижней черточки, семерка должна быть с изогнутой ножкой. Так, Наталья, стойте. Давайте еще раз проговорим, кто не расслышал, что за нижняя строчка. Да, вот такие моменты. Потому что люди, я думаю, не обращают внимания даже на это. Это касается загранпаспортов старого образца. В загранпаспорте есть нижняя строчка, которая напечатана как бы машинкой печатной. И там есть две цифры, единица и семерка. В правильном варианте единица должна быть без нижней черточки, а цифра 7 должна быть с изогнутой ножкой. Поэтому проверьте свои загранпаспорта. Все сейчас пошли проверять заграничные паспорта. Если есть какая-то из ошибок, то нужно обратиться в МВД или в МФЦ. В принципе, вам в ближайшее время это все поменяют, это все сделают, это бесплатно все. Поэтому нужно обязательно поменять. Не рассчитывайте на то, что вас там пропустят, вам повезет. Скорее всего, нет, потому что сейчас проверяют это очень досконально. И еще хотела бы сказать по поводу свидетельства о рождении детей. Тоже в этом году был бум вопросов, связанных с этим. Если вы планируете поездку в страны, где загранпаспорт не нужен, пропускают по российскому паспорту, и ребенок до 14 лет едет с вами, то нужно на свидетельстве о рождении поставить штамп о гражданстве обязательно. Но если у ребенка есть заграничный паспорт или есть уже свой паспорт российский, этот штамп ставить не обязательно. Что бы еще хотела порекомендовать туристам перед тем, как они собираются за границу, обязательно почитайте правила страны. Правила поведения. Это, да, нюансы, потому что страны разные, правила у всех разные. Турагент не всегда может вам что-то сказать, поэтому обязательно прочитайте это сами. Мы, когда выдаем документы туристам, мы выдаем вместе с этим памятку и просим туриста обязательно ее прочитать. Обязательно читайте эти памятки, чтобы не испортить себе отдых в дальнейшем. Наталья, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Было приятно пообщаться. Всего доброго. Всего доброго. Мы с вами прощаемся. Это была программа «Мнение эксперта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова